Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это скорее всего напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям подобным ища подтверждения, спешу я поверить, забыв про укор, что лжец может просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался, а друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крылом, иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло и в полость, ужасно не хочется верить, поэтому, встретив нечестных и злых, нередко стараешься волей-неволей своей душе, словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли. Но факт и время отнюдь не пустяк, и сколько порой ненасилуешь душу, а гнель все равно невозможно никак не спрятать, не скрыть, как ослиные уши. Ведь злого, признаться мне, в жизни моей не так уж и мало встречать проводилось, и сколько хороших надежд поразбилось, и сколько вот так потерял я друзей. И все же, и все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей, с хорошей и только с хорошей доверчивой меркой к людям идти. Пусть будут ошибки, такое непросто. Ну как же ты будешь безудержно рад, когда эта мерка придется по росту тому, с кем ты станешь богаче сто крат. Пустыники жалко бормочут, как дети, что, дескать, непрочная штука сердца. Не верю, живут, существуют на свете и дружба навек, и любовь до конца. И сердце твердит мне, ищи же, и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей мерке большой соответствуй, и все остальное увидишь, придет.